Особое мнение на 101FM Валерий Николаевич, добрый день Рады приветствовать вас в нашей студии Сегодня наша первая встреча в новом 2018 году Поэтому с наступившим, думаю, не поздно поздравить Я напоминаю нашим слушателям, что вы тоже можете участвовать в нашей беседе Задавать свои вопросы гостю особого на сайте хкирова.ру И специальная форма для этого Сегодня у нас много темы И начну я с темы, которая попала в информационное пространство накануне вечером Я имею ввиду судебный процесс По делу Никиты Белых, экс-губернатора Кировской области Накануне прокуратура гособвинения запросила для него наказание И наказание ни много ни мало 10 лет строгого режима Плюс штраф в 100 миллионов рублей Некоторые эксперты им говорили незадолго до этого Что, возможно, Никите Белых дадут Или прокуратура запросит больше, чем экс-министр Минэкономразвития Алексея Улюкаева Его, напомню, приговорили к 8 годам строгого режима И штрафа в 130 миллионов рублей Ну вот сейчас разные люди Известные люди в нашем городе В таких частных беседах Говорят о том, что, ну, все-таки Суд немножко сжалится над Никитой Юрьевичем Учитывая, в том числе, его состояние здоровья И сейчас вот фигурирует Период 9 лет, возможно, дадут Но стоит вспомнить, что год из 7 месяцев уже Никитой Юрьевич находится в СИЗО И, как это обычно бывает, возможно, будет зачтено Невозможно Да, зачтено будет Ну и что там получается? Если 9 лет дадут, то минус 2,7 там остается Ладно, как вы все это оцениваете? Володь, на кофейной гуще, наверное, не надо гадать Мой личный опыт взаимодействия с судебными органами Свидетельствует, что какая установка дана Ту установку суд и выполнит Поэтому рассчитывать на то, что... Сверху установка? Ну, это уже дело техники Сверху, снизу, сбоку Но здесь несложно представить Кто имеет право и возможность давать такие установки В общем, есть рычаги, есть рычаги влияния Конечно, поэтому, что суду скажет Я вот даже могу вспомнить Когда было выбор в законодательное собрание Кировской области Мы опротестовывали подписи в Верховном суде Непризнание наших подписей Там суд, он сказал А кто жалобу написал? Я говорю, я написал Турул, Валерий Николаевич, участник процесса Он говорит, а почему ваша жалоба Не заверена нотариусам? И на этом основании не приняли жалоба С какой статьи? Это я вам к слову говорю того, что Ну, если задача поставлена То она будет любыми средствами выполнена И по барабану этому судье Как мы будем о нем судить? Потому что на карту ложится И его судьба, и будущее Его членов семьи и так далее Поэтому я бы о другом сказал Объявят там 10 лет, 9 лет Не это принципиальным является Хотя срок в тюрьме провести Каждый день кажется вечностью Здесь принципиальная позиция Которая, в общем-то При всем моем критическом отношении К Никите Юрьевичу Он же и подставлял меня не один раз Оно до сих пор критическое Или как-то уже смягчилось? Нет, но оно Извини, дорогой мой Когда тебя дают команду Возбудить уголовное дело И все делается против тебя И когда я потом подхожу Никите Юрьевичу и говорю Никита Юрьевич, вы что думаете Вы бог за бороду поймали Да, с вами будет то же самое Только на другом уровне И оно, это случается Это несложно было предсказать И предвидеть Я о другом Или 10 миллионов мы потеряли Живых денег при реализации проекта Где он подписывал распоряжение Ваш с коллегами проект Да, да, да Я помню, да, вы с критикой выступали активно Такие вещи, в общем-то Не смягчают отношение к своему Ну, противоположной стороне оппоненту Но я о другом хотел бы сказать Вот вызывает некое уважение Его позиция То есть, ну, всем понятно Буквально всем понятно Что это подстава И ничего он не брал Если бы он захотел взять Это вы лично для себя понимаете Конечно И мое окружение И противники его Все убеждены в этом Что не было этого Это подстава чистой воды Поэтому Не было чего Взятки Там два эпизода Ни того, ни другого В тех эпизодах Он не участвовал В остальных-то эпизодах Это вот здесь Прецедентом Явелось Когда он там в кафе Там или в ресторане сидел Вот это Отсюда уже дальше Знаете, есть сказка Русская народная сказка Как солдат Кашу из топора варил Дай мне то, дай мне сё Да, то есть Вот топор есть А дальше Сварим кашу Которая нужна У нас в армии Это называлось Варить колонну То есть, если цель завалил Тебе ставят двойку А цель завалил Главная задача выполнена Да А дальше мы говорили Давай будем варить колонну И потом На следующий день Тройка уже Еще через день Четверка Ну, начинаешь доказывать И поэтому вопрос такой Что если есть колонн То вокруг него Можно уже что-то варить Колонн был создан А дальше Что поставили задачи То и будет сделано И не случайно Мы говорим Улюкаев Там Белых Это как клоны Некие дела Вот И участники В этом процессе Одни и те же Там Генерал Там Служба Безопасности Участвует Которого потом вводили Поэтому Я не об этом говорю Я говорю о другом Что Мне Импонирует Позиция Самого поведения Никиты Юрьевича А что именно Что главное То, что он Отстаивает до конца Свою позицию Честности И что этого не было Отрицает вину Конечно Отрицает вину Ведь Можно пойти на сделку Со следствием И выторговать Там 3 года 4 года И что они захотят То и сказать Но он отстаивает до конца И мне думается Что здесь Надо идти Ему будет до конца Дальше апелляция Кассация Вплоть до международного суда И я думаю Что наши власти Они вынуждены будут сломаться Тем более Подобное поведение Оно крайне Не выгодно Владимиру Владимировичу Путину Потому что Все же след Где-то там Тоже находится Вот там Около В его окружении И это не может сыграть Или может Не сыграть В пользу Путина Неожиданно Выстрелить Конечно В негативном смысле Для президента Такие вещи Которые В общем-то Сам даже Не прогнозирует Что это серьезно Она вроде бы мелочь Потому что Притуплены оценки И вдруг появляются Эта вещь И вокруг нее Начинает сразу Раскручиваться Спираль А есть такое понятие Сегодня Даводский клуб Преподнес Что это Следствие Четвертой Промышленной Революции Это сжатая Спираль Внутри Квартиры То есть Люди Сегодня Они все Находятся Как в сжатой Спирали И непонятно Что явится Вот этим Катализатором Который даст Команду Этой спирали Раскрутиться Понимаете Да То есть Напряжение Оно тоже Имеет Свой предел А то что Там Чисто формально Сказать Белых вор Ну думаю Что вор Но я этого Доказать не могу Но он играл В правила А доказали Вы следили За судом За всем Доказало Обвинение Что он вор Ну Володь Я не хочу Даже этого Касаться Потому что Ну сам проходил Эти все вещи Когда давали Команду И ты вот Говоришь одно А они просто Этого не слышат Ну просто Не слышат Вспомнить Тот же сюжет Когда Это я потом узнал Что два уголовных дела Меня дали Возбуждали Там по экстремизму И по уходу От налогов Помните Тогда Сюжет НТВ Запустили Что Турула Бегает От налогов И там Федеральная служба Судебных прессов Пыталась В законодательном собрании С меня там Подпись какую-то Взять и так далее И вот это Заходили Заходили тогда На заседание А тогда Была попытка Возбудить уголовное дело Я не подписывал протокол А два раза Не подписывая протокол Автоматически Возбуждается уголовное дело Поэтому Второе По экстремизму Воронов Вытягивал Тоже из пальцев Но вытягивали Если бы не Бережицкий Которым я позвонил Он сидел уже на чемоданах В Оренбург уезжал Я говорю Что происходит Он говорит Да не может этого быть Я добро не давал А там же должна Отмашка быть В прокуратуре Звонит Через два часа Говорит Точно У тебя два уголовных дела Я дал команду Закрыть их Иначе на них возбужу Но это у меня Здесь ситуация такая была У него она Несколько другая И поэтому Чего там доказать Я еще тогда Отвлекающий Такой маневр В одно время Там пообещали Меня убить И высветилась СМСка С какого телефона Угроза поступила Я тоже Как-то опрометчиво Поступил отправитель Знаешь Что есть определитель номера Я думаю Что ноги Из другого места Растут Я немедленно Дал информацию Федеральную службу Безопасности ФСБ Дежурному Проверьте А я находился В Тульской области В то время Проверьте пожалуйста Этот телефон Вот только оттуда Поступила угроза Молчание Но я приехал Из командировки Поехал туда К ребятам Письменное заявление Примите Вы по идее Должны по звонку Уже возбуждать дело То есть дежурный Докладывает И так далее Ну и встреча у меня Составилась с одним человеком И лежит вот такая папка Я вижу Турвула написано Этой папке И вот что это такое Он говорит Николаевич Ты нормальный мужик Говорит Но дадут команду Вот Любое дело Тебе сошью Любое То есть Там все докладные Протоколы Доносы Доклады И все это В хронологическом порядке Сложены И говорят Вот дадут только Отмашку Завтра Будешь сидеть 15 лет Вы поняли К чему я говорю То есть На мой взгляд Никита Юрьевич Он выбрал Правильную тактику Потому что Что бы он ни делал Команду дали И ничего его не спасет Поэтому Пусть Убедительно Доказывает Следствие Что он действительно Преступник и вор Ну Терпение ему И чего В ближайшие дни Мы узнаем Собственное решение Суда У нас остается До перерыва Буквально полминуты Хочу вам дать Ответь Пожалуйста На вопрос Вот это дело Белых в череде Дел Уголовных Прочих Ураговителей регионов Высокопоставленных лиц Оно Будет иметь Какой-то урок Я думаю Что это урок Закручивания гаев Закручивания гаев И не более того А то что Любого Кто и сегодня Взять того же Игоря Васильева Взять Там Шулять И кого угодно И если необходимо Ну Володь Ну поверь Это все делается Очень легко Я не случайно Некие отступления Дел Потому что Есть уже Собственный опыт Вы параллели Приводили Для того чтобы Было более понятно Поэтому Это урок Единственный Что ребята Царь сказал И Никаких Может быть Никите Юрьевичу Не надо было В открытой безете Где-то Говорить о том Что он намерен Выдвигаться На президентский пост Может быть А он это сказал Возможно проучили А он это сказал Где-то Что он намерен Поучаствовать В этом процессе Ну ребят Я сказал Что вот В этой ситуации Ну Я бы не хотел Дальше развивать Эту мысль Но параллели Можно провести И они имеют Право на существование Поэтому В общем Шутки с системой Плохи Шаг левый Шаг вправо Да-да-да То есть Если ты участник Этой системы То ты вынужден Не только играть В правила Этой системы Но ты должен быть Всегда В состоянии ожидания Что система Тебя может сдать Если это необходимо Валерий Туроло Это его особое мнение Мы прерываемся На небольшую паузу Скоро продолжим Особое мнение На 101FM Да Продолжаем Мы беседуем Тут перерыв С Владимиром Николаевичем По делу Никиты Белых Но все-таки Переходим к другим делам Надо ли жалеть Никиту Юрьевича Или не надо Надо ли жалеть Надо жалеть Да Пусть решает Сам для себя Да Не могу не спросить Про другое громкое дело Случившееся на днях Задержан Александр Плотников Руководитель управления ГИБДД По Кировской области Там огромная Мошенничественная схема Как нам сообщили СМИ Накануне было принято решение О мере пресечения Более 800 миллионов Там ближе к миллиарду Уже подбирается сумма Накануне было принято решение О мере пресечения На два месяца Отправлен в СИЗО Александр Николаевич Что такое Проклятое место У нас начальник ГИБДД Потому что Предыдущие два руководителя Я может быть Несколько уйду в сторону Но пусть радиослушатели Не посчитают Что я ухожу Только недалеко Нет Это недалеко Это буквально вчерашний день И позавчерашний Позавчера Завершились гайдаровские Чтения В нарушении Установленного порядка Всегда было Довозский Клуб заседал А потом Гайдаровские чтения Как итог А тут наоборот Наоборот Которые Я пример привёл. Не из-за того, что там модель отработала, я просто хотел показать, что закончилось время вот этого вот процесса, надо теперь делать тот процесс, который повышает уровень жизни людей. И они об этом пришли к этому выводу. — Подозреваю, к чему вы ведёте. — Да, да. Следовательно, Плотников — это тот же был винтик этой системы отжима, прокруток, отмывки бюджетных ресурсов и так далее. Он был винтиком. — Но мы предполагаем. — Я не только предполагаю. Это продолжение темы «Белых». Это, по сути, «Белых», но, с другой стороны, тоже человек системы. — Система или подсистема. — Да, да. Но смысл — это элементы, вот этот винтик этой же самой системы. И я далёк от того, что там Плотников брал себе. Возьмёте он этот же самый Коми-республику. Сегодня вот начинают вскрываться. Я туда плотно въехал. Сейчас пытаемся реализовать проекты. Оказывается, не всё так было плохо с той командой, которую сделали там чуть ли не преступниками. Понимаете? То есть здесь много таких подводных камней. Поэтому говорить, проклятое, непроклятое место, любое место государственной службы, оно проклятое. Это заложники той системы, которой признал вот этот Гайдаровский клуб, что она прекратила своё сочетание, она эффективной быть не может. А ларчик тоже очень просто открывается. Детям надо было передавать собственность, а дети не готовы. Они в комфорте жили, они могут только пилить деньги, брать кредиты и закрывать предприятия. А заставлять работать эффективно, они это имущество не могут. И вот вам результатик. А куда дальше грести, никто ответа на сегодняшний день не даёт. Пытается Владимир Владимирович в своих выступлениях сказать, там, к народу обратимся, патриотизм, ГТО и так далее и тому подобное. Но это же тоже смешно. Но ведь разумных-то людей в стране в нашей немало. Я себе говорю, убеждаю себя в этом. Вы знаете, вы правильно говорите себе, что разумных людей немало. Но у Плотникова более жёсткая система. Вы свободны, вы взяли и ушли. А он давал соответствующую присягу, он давал соответствующие обязательства, которые подчинены определённым уставам, выполнению приказов и так далее и тому подобное. И он воспринимал, может быть, это я предполагаю, может быть. Он воспринимал это как нормальный процесс и нигде. Но учитывая, что сегодня идут кардинальные изменения, цифровая экономика, блокчейн, робототехника. Вот эта фигура, которая создана была под Плотникова, и он обязан был её выполнять. Если бы он не выполнял, вы бы уже давно сказали, ты себе забираешь эти деньги. — Звено дало сбой какой-то? — Да-да, и он бы ещё, чёрт не знает, как бы ещё было. Я ещё не знаю. Его обвинили, что он там что-то забрал. Ну, я не знаю. Но надо было как-то вот это звено теперь выводить, потому что оно всё равно где-то проявится. Ну, нашли момент, обосновали идеологически, на мой взгляд. Я же Плотникова тоже знаю. Это достаточно порядочный, хороший человек. Я абсолютно переживающий за область, за всё. Вот в любое время суток, у меня был его мобильный, он в любое время суток отвечал, там мы с ним говорили и так далее. В своё время мы ставили систему. Я пробивал деньги на... Спасибо Елене Васильевне Ковалёвой. Тогда она поддержала, в бюджете денег не было. — Когда она финансовое ведомство расправляла. — 7 миллионов мы пробивали на обеспечении безопасности движения. То есть денег не было. Но мы вместе это всё делали. Понимаешь? Поэтому, ну, надо разбираться. А я утверждаю, что все должности государственные — это проклятые должности. В той системе, которая сегодня пока существует. — А немалое количество представителей молодого поколения хотят попасть как раз-таки в эту систему? — Правильно, а ты спроси, почему они хотят. Потому что здесь можно пилить бабло. Вот и всё. — Вы знаете, Валерий Николаевич, какой вопрос меня давно уже беспокоит. Наверное, он как-то более остро стал звучать в голове с момента начала этих посадок. Да? Высокопоставленных лиц, сильных мира сего. А отдают ли себе эти люди отчёт в том, что однажды их действия могут быть истрактованы с точки зрения Уголовного кодекса и так далее и тому подобное? Что они могут... Ну, а с ума от тюрьмы не зарекайся, как говорится. — Отдают ли отчёт? — Вы правильно всё поставили вопрос. То есть, к чему привела система? Система привела к тому, что винтики в этой системе, они потеряли... Они работали чисто механически, но потеряли чувство вот этого страха, инстинкт самосохранения. Как я сказал, Никитич, ты что думаешь, бога за бороду поймал? Да. Да, но он действительно считал, что он бога за бороду поймал, он князь и так далее. А надо было постоянно поддерживать состояние, что ты такой же человек, как обычный человек, и от сумы от тюрьмы чего? Не зарекайся. Вот если бы это проповедовалось, то я думаю, что многие бы вещи, они просто не реализовывались. Я знаю много порядочных людей, которые уходили из системы только из-за того, что надо было выполнять подобные штуки. Я в своё время был первым заместителем директора ЦНТ, это государственная структура. И когда я туда пришёл, все бюджетные деньги, которые поступали, 10% должны были обналиченно увезти в Москву. А финансирование шло, это федеральная структура была. Но я когда уходил, 10% от бюджетных денег, которые поступали, они же все по смете. С каждой рубль, с каждых 10 рублей. Да, но я боюсь даже вам назвать цифру, когда я уходил, какая она, в какую уже превратилась. Мы отказывались от бюджетных денег вообще. Мы не хотели их брать, потому что это уголовка. Это не 30% было, и не 50%, понимаете? И на меня пытались потом уголовную Мачехин возбуждать. Он тогда главой города был. Главой администрации, да? Да, да, да. А я ушёл оттуда и сказал, ребята со своими процессами. Но ведь это делал не директор ЦНТ, это делал кто? Верхний уровень, он говорил, вот тебе федеральные деньги, да? Это твои проблемы, но привези мне эти. И я понимаю, тот, кто отдавал команду, он не себе эти деньги забирал. Там были другие цепочки. Поэтому, ну что я вам могу сказать? Сломать эту систему невозможно? Сегодня, нет, сегодня, вот свидетельство вот этой посадки, это есть свидетельство. Я бы сказал даже так, что первым сигналом изменения этой системы, Дворкович, по-моему, сегодня или вчера он сказал о том, что на вопрос журналистов, вчера, на вопрос журналистов, как реагировать должны олигархи на вот эту систему закручивания гаек и вывода денег, на что Дворкович сказал, а у нас уже нет олигархов, у нас есть честный и порядочный бизнес и предприниматели, понимаешь, которые заинтересованы патриотично развивать свою страну. Вот это вектора, которые свидетельствуют, что с момента, когда Деда Хасана убили, двойной контроль осуществлялся нефтяной и газовой трубы, Деда Хасана убили, вот с того момента началась ломка системы. Начали зажимать олигархи, которые работали либеральное звено, работали там на кого-то, и им сказали, либо деньги сюда, либо и вливайте имущество, условно говоря, в Ростех под Чемизово, либо кирдык вам. Выхода нет, действительно олигархи сегодня патриотичны, а не весь бизнес. Возьмите Сельмаш, возьмите Первое Майя, на первый взгляд, кончились скандалы и так далее. А почему? Потому что всё, индекси, это интегрировалось в единую модель экономическую. Нет сегодня либеральной модели альфа-групп. Альфа-групп сегодня перед выбором стоит, что делать дальше. Поэтому я думаю, чтобы ответить, идёт ломка этой системы. И вот эти все посадки, они как раз свидетельствуют, что, ребята, восстанавливайте инстинкт самосохранения. Если не сможете этого сделать, несмотря на то, что давление идёт там сверху, продолжайте, чтобы она работала. Либо уходите, либо боритесь с этим. Вот я думаю, это так. Тему предпринимательства и бизнеса упомянули. Перейдём к ней, замтроним, по крайней мере, её уже после рекламы. Валерий Турулов со своим особым мнением. Скоро продолжим. Особое мнение на 101FM. Регионы же запустили. Продолжается наше общение с Валерием Туруловым. Руководитель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса. Депутат ОЗС в недалёком прошлом. Руководитель регионального отделения Родфронт. Давайте о бизнесе немножко поговорим. О бизнесе и налогах. В взаимоотношениях налоговой службы и предпринимателей. На этой неделе, как раз в программе «Дневной разворот» мы обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг компании «Вымпел-45». Вы знакомы с этой компанией? Производство металлоконструкций, дверей, стеллажей и так далее. Я саму фирму-то знаю. Вот налоговая сейчас просит её 50 миллионов рублей уплатить за предыдущие три года. И, в общем-то, там претензии не столько к ней, сколько к контрагентам. Якобы это фирма «Дневки» и так далее. Тема нам это известна. Вы знаете эту схему, да? Конечно. Что вы по этому поводу думаете? Это же было у нас показательное судилище ещё при Белых. И я тогда вставал на защиту предпринимателей, когда запускали процедуру якобы ухода от налогообложений, в частности от НДС. Холдинговые цепочки, где поставщики и подрядчики были аффилированные лица якобы. И в результате говорили, стоп, маленькие предприятия являются аффилированными от одного предпринимателя. И прогонка по этой цепочке холдинговой должна считаться как один производственный процесс одного предприятия. Но сейчас у налоговиков есть возможность всё это отследить. У них там и программное обеспечение есть и так далее. Как ты отследишь? Сегодня вскрыть аффилированность после той судилища десяти этих предпринимателей наших, ребята же сделали вывод. Они поставили на эти структуры кого? Свои аффилированные структуры, своих людей, но не связанных родственными узами. Друзей, товарищей и так далее. То есть по закону всё нормально. И в результате взять нельзя. То есть идёт дальнейшее развитие этой ситуации. Я не утверждаю, что эти аффилированные лица, но налоговая сегодня пытается как раз убедить всех, что на вымпеле это были аффилированные лица и сама система, а НДС это всё же очень серьёзная сумма от оборота. Ну, 18%. От оборота, от оборота. Это же не от себестоимости продукции, а от общего оборота. Поэтому я думаю, что это продолжение той истории, которая попытка была налогами отстроить тогда ещё при Никите Юрьевич. Это дальнейшая ситуация развития. Но самое плачевное в этой ситуации заключается в том, что с бизнесом можно договориться по-честному, если он действительно увидит, что оплачивая налоги, ему чего-то остаётся. А как иначе это существует? А модель такова. Это реально объективно, я экономически это могу доказать, кого это интересует. Порядка 62 копеек с рубля оборотного он должен отдать в виде либо налогов, либо платежей, прямых и косвенных платежей. 62 копеек. 38 копеек у него останется, если по-честному. Это существующая ситуация, да, вы её описываете? Да, существующая ситуация. Это означает, у него уровень рентабельности, его предприятие должен быть около 200%, чтобы в ноль сработать. Понимаете или нет? В ноль. Ну, извините, найдите мне предприятие, кроме там торговли оружием, проституции, наркотики, чтобы 200% рентабельности. И распиливание бюджета. Да, и распиливание бюджета, где ни копейки не уложил и получил. Следовательно, тема, она заранее уже установлена, что любой предприниматель, который сегодня существует, он вор. Априори. Априори, потому что заложена система, что он должен разориться. А он существует. Поэтому налоговая инспекция, она очень свободно себя чувствует и очень спокойна. Если ты существуешь, и прибыль есть, парень, ну-ка иди сюда, мы разберёмся. Где деньги? Что-то с тобой не так. Где деньги, Зин? Да, вот так было, дорогой мой. Поэтому здесь должна быть абсолютно меняться система. Она абсолютно... Учтите, я говорю не о налогах, только о налогах. Налоги, там часть только. А ещё говорю о платежах, прямых и косвенных платежах. Вот я о чём говорю. То есть общую нагрузку вы имеете в виду? Да, да, общая нагрузка на оборотный рубль. Совершенно правильно. И я могу это доказать. Вот у нас в том эфире был опрос, да, я вас предупреждал об этом, что мы спросили наших слушателей. Как вы думаете, малый и средний бизнес у нас сейчас в Кировской области может существовать при этом, платя вот все эти, нести всю эту нагрузку? 90% сказали нет ни в коем случае. Ну, я вам больше того скажу. Вот помните, на одной из наших встреч я говорил о том, что мы в Кировской области пришли к очень плачевной ситуации. Вначале, ну, я был ещё в предыдущем созыве, не вот этом, который я последний был, а в четвёртом созыве, мы тогда поднимали проблему крупного бизнеса. Я лично поднимал по Кирово-Чапецкому химкомбинату, по БХЗ и так далее, что крупные предприятия стали перегистрироваться из Кировской области, уходить там в Москву, кто-то куда-то уходил. Тогда меня обвинили в провокации и сказали, парень, что ты суешься? Мы платили и будем платить. Но вылилось это потом, что мы половину бюджетного ресурса потеряли только на одном Кирово-Чапецком химкомбинате. И все забыли о том, что я выходил открыто на прямую трибуну и говорил на камеру, ребята, потеряем, вы что творите-то, ёлки зелёные. Вы живёте на нашей территории, вы отравляете нашу территорию, ну, вы платите тогда и давайте будем возмещать это всё. Вы призывали не уходить никуда. Конечно, оставлять здесь и более того, никаких льгот ничего не давать. А мы же тогда бились, чтобы газ был у Кирово-Чапецкого химкомбината. Там же тоже проблемы были своего рода. Это же опять передел в собственности шёл и так далее и тому подобное. Второй этап он начался уже в следующем, пятом созыве, когда я был председателем комитета. И здесь мы начали, зафиксировали активную утечку среднего бизнеса. То есть уже средние предприятия стали уходить из Кировской области. И мы тогда подняли панику и говорим, ребята, что делать-то? Я проводил специальное заседание, приглашал всех силовиков, налоговую. Говорю, что будем делать-то? Смотрите, что происходит. Мы не нашли тогда выхода. А выход, он заключался только в единственном. Необходимо было оптимизировать какую-то модель и предложить выгодную модель. Компромиссный вариант. Оставаться, да, оставаться здесь. Но надо промотивировать бизнес. И мы бы получили больше через налоги и так далее и тому подобное. Но никто этого не захотел. Проще чего? Шашку над головой или как это-то? Ты вор, да? И в Турции там. И каждую минуту шашка над головой ты ныряешь в дерьмо, блядь. И вот бизнес, он точно такой же. Вот всё время над ним шашка над головой. И не нырнул ты в дерьмо, блин. И голова долой. И вот в таком состоянии он находится. А сейчас мы дошли, я уже когда уходил, и малый бизнес уже уходит. Малый бизнес не считает возможным себя регистрировать в Кировской области. Это уже должна быть чрезвычайная ситуация объявлена. О каком инвестиционном климате мы можем говорить? Ведь развитие территории, оно основывается не на развитии крупного бизнеса. Развитие территории, которое провозглашает сегодня правительство, оно связано с развитием малого предпринимательства, где новые перспективные проекты внедряются и так далее и тому подобное. Не с большим количеством людей работающих, но имеющих высокую добавленную стоимость в производимом продукте. Это наукоёмкие технологии, высокие технологии и так далее и тому. Вот о чём я говорю. Крупный бизнес на это не пойдёт. Потому что любое изменение у него вызовет сразу остановку. Ну и учитывая то, что крупный бизнес зачастую связан с государственными заказами. Но мы же об этом говорим. Ему хорошо. Обороны бизнеса вообще. Ему хорошо. Конечно, конечно. Что всё нормально. Заказы будут, будем работать. А у нас какие сферы реального сектора экономики, которые мы можем получать налоги? Это строительство, сельское хозяйство. Ну, чего ещё? Ну, малые производственные предприятия. Всё. Всё, больше ничего нет. Ваши прогнозы, Валерий Николаевич, на ближайшее время в этом отношении? Ну, в своё время, когда Куземская была, нас приглашали на совещание до выборов губернатора. И мне казалось, что появился определённый вектор, когда ежемесячно проводился круглый стол правительства и представители объединения малого бизнеса. И мы проговаривали ситуацию в режиме онлайн. А где проблемы? А что надо сделать? Откровенно говорили тогда? Да, откровенно. На чистоту. Да, на чистоту, по чесноку. И дальше была возможность через месяц опять встретиться, опять на круглом столе. А что сделано, что не сделано, что изменило, что не изменило. Мне показалось, тогда был запущен определённый механизм, который мог бы вывести, потому что никто не знал, что делать. А вот совместно вот таким путём, в принципе, можно было найти механизмы и разрулить эту ситуацию. Я помню, там и тогда ещё уполномоченный Вавилов был по развитию, и он тогда поднимал вопрос, а давайте будем создавать систему гарантированного производства и реализации товаров местных производителей. Я говорю, Андрей Николаевич, моими словами заговорили. Два года назад я об этом говорил, вы сейчас к этому подошли. Сейчас он уже не удел. Это уже здорово, что вы к этому подошли. Ну пусть на два года позже, но это надо создавать. Если они сегодня не переформатируют систему отношений с малым бизнесом, я думаю, ничего хорошего не будет. А вам понятен вот этот формат и насколько он перспективен, вот эта так называемая территория опережающего социально-экономического развития? Я вам прямо скажу, что, учитывая, что я являюсь руководителем, ну пока, у нас ежегодно перевыборы президента и исполнительного директора, кластера, 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 мы, в общем-то, замучились уже формировать вот это видение и стратегию опережающего развития территории. Потому что одного... В смысле, она сформирована уже? У нас сформирована. У нас сформирована. Мы это хотим трансформировать в правительство. Вот трансформировали, трансформировали, потом тех людей, которых мы готовим и погружаем в эту ситуацию, реальную ситуацию, они уходят. Мы опять информируем, информируем, они опять уходят. Вот Куземская последняя. Но я понял, что вы имеете в виду, Ольга Викторовна. Да, и в конце концов мы плюнули и сказали, будем ориентироваться на федеральный уровень. Потому что, ну, простой вопрос. Вот задаем первым лицам области, простой вопрос. Необходимо осуществить расселение населения Кировской области. А нам ответ говорят, а где мы их будем переселять, у нас нету жилищного фонда. А сам термин расселения, он говорит о следующем. Вот человек находится на этой территории, он же не случайно там был. Дом у него там стоит и так далее. Конечно, родственники там его родились, он родился и так далее. Он здесь находится. Следовательно, задачей является не перевести этого человека и переселить там, где город, и минимизировать нагрузку на содержание этого человека, а создать условия, чтобы этот человек эффективно развивался вот на этой территории. Он же там не случайно был. И создать полноту условий, чтобы он чувствовал свое достоинство, честь, уважение и комфортно жил. Вот в чем смысл. Но что я ему должен? Лекцию читать этому там руководителю, да? И разъяснять, что... Да почему на пальцах можно объяснить? Вот сегодня руководитель, который говорит, мы должны опережающими темпами развивать нашу территорию. Но он не понимает самой терминологии, о чем с ним можно говорить. Он уже уполномочен, у него есть соответствие квалификации и полномочия. Он не понимает. Вот, ну, извини, образуют. Тогда один раз я имел такой эксперимент сказать на законодательном собрании. Ребята, вы повышаете свою уровень компетенции. Ну, вы квалифицированные люди, наверное, нормально. Но вы свои мозги-то хотя бы вправляете. Давайте я с вами занятия проведу, лекцию хотя бы проведу, чтобы мы на одном языке разговаривали, чтобы мы понимали, что происходит. Нет. Их вполне устроена подобная ситуация. Не понимать. Не понимать. Но щеки надувать мы все знаем. Вы тут ничего не знаете и так далее. Ну, снобизм, цинизм, прагматизм до абсолюта доведенный. Я думаю, он к добру не приведет. Вот, здесь надо просто сказать, как Сократ говорил, я знаю, что я ничего не знаю, а вы даже этого не знаете. Валерий Николаевич, завершается наш разговор. Всегда с вами очень интересно беседовать. И каждый раз отловлю себя на мысли, что все у нас как-то кто в лес, кто под дрова и ощущение какого-то полного хаоса. Или не будем на такой ноте заканчивать. Нет, вот теория вопроса. У нас буквально несколько секунд. Она говорит о следующем, что из хаоса формируется система. То есть надо пройти хаос для того, чтобы появилась система, где предопределяющим этой системы является воля и желание человека. Спасибо, Валерий Турул, завершаем на этом нашу программу. Спасибо, всего доброго. И вам спасибо. Особое мнение на 101FM